И сегодня в десятках стран звучало имя чешского журналиста Юлиуса Фучика, казненного нацистами. В заключении он написал книгу «Репортаж с петлей на шее». День его смерти, 8 сентября, был объявлен Днем солидарности журналистов. Сегодня в разных регионах России почтили память наших коллег, погибших на юго-востоке Украины. О мероприятиях, которые прошли в Москве и Петербурге, репортаж Дмитрия Кочеткова. В небе черные шары, на них написана правда. Ради нее репортеры погибают в зонах конфликтов и боевых действий. Журналистика по-прежнему остается одной из самых опасных профессий. В современном мире недопустимо убийство людей, которые говорят правду, которые рассказывают нам о тех событиях, которые происходят в разных горячих точках мира. В Лермонтовский сквер пришли активисты молодежных движений и студенты факультета в журналистике. Митинг прошел в формате открытого микрофона. Высказаться мог любой желающий. В памяти погибших была посвящена и другая акция. Ее организовали молодые художники. На Никитском гульваре в центре Москвы и Дома журналистов сегодня появились мольберты с эскизами портретов журналистов, жертв вооруженных конфликтов. Столичные художники таким образом призвали к миру и защите тех, кто рискует жизнью ради получения достоверной информации. Завершили работы прямо здесь. Живые глаза, как символ того, что погибшие навсегда остались в памяти читателей, зрителей и слушателей. Журналисты являются глазами народа, которые несут правду объективную информацию и, соответственно, глаза, то, что подчеркивают, что говорят о них. А что вы чувствовали по этой работе, пацаны? Скорбка. И то, что я этими работами отдаю честь и уваженную память этим людям. Здесь портреты оператора Первого канала Анатолия Кляна, фотографа агентства России сегодня Андрея Стенина, сотрудников ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, итальянского журналиста Андреа Ракелли и корреспондента киевской газеты «Вести» Вячеслава Веремия. Вся они погибли на Украине. А американский журналист Джемс Фоули недавно был казнен исламистами в Ираке. Мир – это самое ценное, это человеческая жизнь. И люди, которые представляют, именно представлены здесь, это журналисты, это не солдаты. Их в последнее время все время хотят сделать солдатами информационной войны. Но это не так. Это люди, которые объективно освещают информацию. Пламятные мероприятия прошли сегодня и в Санкт-Петербурге, где открылась выставка фоторепортера на войне. Все это вспоминаешь, и такой отпечаток своей молодости ты все же видел своими глазами. И понимаешь, насколько это все было и трагично, и героически. На выставке можно увидеть уникальные фронтовые фотографии. Многих военных корреспондентов уже нет в живых. Их снимки стали бесценными историческими свидетельствами. Дмитрий Кочетков, Вадим Вяземский, Екатерина Клонницкая, Первый канал.